В преддверии правительственного часа в Генеральную прокуратуру от вас поступило много вопросов, касающихся исполнения законов в социально-экономической сферах охраны природы, противодействия коррупции. Это означает, что проблемы укрепления законности представляют повышенный интерес для парламентариев и в целом волнует российское общество. Указанные и другие темы я готов осветить по окончании доклада в ходе ответа на ваши вопросы. О своем выступлении я хотел бы посвятить оценке состояния законности в области профилактики и пресечения экстремистских и террористических проявлений. На сегодня это самый опасный вызов для человечества. Мы находимся в условиях, когда международно-террористические группировки угрожают всему миру. Не стало исключением Россия. Поэтому утверждения правопорядка в межнациональной сфере, противодействия экстремизму и терроризму, остаются одними из приоритетов для всех органов государственной власти. В этом направлении у нас в стране делится многое. Создана глобальная система антитеррористической безопасности. Основополагающим программным документом стала стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная президентом России. С учетом анализа правоприминительной практики сформирована качественно новая правовая база. Мы благодарны депутатам за активную и заинтересованную работу над всеми проектами законов, имеющих такое важное государственное значение. Есть заметные сдвиги и в сфере правоприменения. В результате согласованных действий Национального антитеррористического комитета, специальных служб и правоохранительных органов нанесен существенный урон банкформированиям на Северном Кавказе. Реализуются меры по ликвидации каналов финансированного терроризма, выявлению сети вербовщиков международных террористов. Многое делается для предотвращения терактов. Число таких преступлений сократилось с 33 в 2014 году до 8 в 2015. Минус 76%. Уже в текущем году правоохранительными органами сорваны попытки проведения подобных акций в местах массового скопления людей в городах Екатеринбурге, Москве и Красноярске. Вместе с тем, в 2015 году отмечен заметный рост преступлений экстремистской направленности с 1034 до 1329. Количество случаев возбуждения ненависти, вражды и публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности выросло на 40%. Это крайне опасные процессы, на которые нужно жестко реагировать. Однако в значительной степени рост указанных преступлений является результатом целенаправленной работы по выявлению запрещенных публикаций, что к негативным факторам явно не относится. Возросло и число преступлений террористического характера с 1128 до 1538. Но и здесь мы праве говорить, что этот процесс в целом находится под контролем. Подобная динамика во многих случаях связана с применением нового законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за участие в деятельности международных террористических организаций в незаконных вооруженных формированиях за рубежом. По данным Национального антитеррористического комитета, с начала вооруженного конфликта выехали в Ближневосточный регион и примкнули к рядам террористов почти 3,5 тысячи наших граждан. Многие прошли там соответствующее обучение. Но сегодня под угрозой уничтожения и в силу других причин сотни боевиков возвращаются на родину. И это требует от правоколитных органов своевременных адекватных действий. Благодаря взаимному обмену информации между подразделениями Федеральной службы безопасности и Министерством внутренних дел России за период с 2013 по 2015 годов возбуждено свыше 1100 уголовных дел по фактам участия россиян в боевых действиях за пределами страны в составе террористических группировок, вербовки и переправки боевиков. Причем подавляющее большинство, 930 дел возбуждено в 2015 году. Практика привлечения к уголовной ответственности за выженазванные преступления формируется непродолжительное время, но мы уже располагаем данными судебной статистики. Так, в 2015 году судами рассмотрено свыше 50 уголовных дел данной категории с вынесением в каждом случае обвинительного приговора. Более 340 уголовных дел еще расследуются. По 700 проводится розыск обвиняемых. Очевидно, что в современных условиях пресечения деятельности террористических сообществ невозможно без участия всех стран. Эта тематика стала предметом обсуждения о прошедшей в Сочи в конце прошлого года региональной конференции Международной ассоциации прокуроров. Я с удовлетворением хотел бы отметить единство взглядов по данному вопросу моих коллег из большинства государств мира. В рамках этого форума Генеральная прокуратура изглажила свою позицию о необходимости разработки всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, в которой закрепить общее для всех стран определение терроризма, неприменение политической оговорки при выдаче и оказании правовой помощи по уголовным делам террористической направленности. Выдай или суди. Такой подход. Принятые на его полях документы, уверен, создадут предпосылки для упрощения сотрудничества при осуществлении уголовного преследования по делам о терроризме, позволят использовать лучший опыт в борьбе с ним. На национальном уровне первостепенное профилактическое значение имеет меры по укреплению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов транспорта ТЭК. Соответствующие предложения Генеральной прокуратуры учитывались при подготовке решений Совещаний Совета Безопасности и Национального антитеррористического комитета. Итогом этой работы стало установление в минувшем году правительством требований к безопасности объектов и территорий, подлежащих обязательной охране полиции, законодательно разграниченные понятия «критически важный объект» и «потенциально опасный объект» и основные направления по их защите. С учетом того, что транспортной инфраструктурой ежедневно пользуются десятки миллионов людей, и она подвержена наибольшей террористической угрозе, прокуроры проверяют состояние ее защищенности, по сути, в постоянном режиме. Выявляются многочисленные факты, ненадлежащие реализации мероприятий по охране объектов транспорта. Так, в результате вмешательства Южной транспортной прокуратуры проведена оценка уязвимости важных элементов и определены рекомендации по их защите в аэропортах городов Нальчик, Ростов-на-Дону, Саратов. Устранены случаи непринятия мер присвоения категорий с учетом степени террористической угрозы объектам железной дороги, обучению сотрудников служб транспортной безопасности. Факты неисполнения законодательства об антитеррористической защищенности по требованию прокуроров устранялись и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса – это Республика Татарстан, Алтайский край, Самарская, Тамбовская области. В преддверии проведения в России важных международных соревнований особое внимание обращено на состояние противодиверсионной устойчивости строящихся к Чемпионату мира по футболу и уже функционирующих стадионов. На них скрыты нарушения снижающей уровень их защищенности в связи с необорудованием необходимыми охранными системами. Надзорными мерами они устранены. Повсеместно нашими проверками установлен низкий уровень использования современных технических возможностей в предупреждении чрезвычайных ситуаций в жилом секторе, учреждениях образования, здравоохранения. Всего в 2015 году прокурорами выявлено 150 тысяч правонарушений в этой сфере. В суды направлено более 19 тысяч заявлений об обязании региональных органов власти, муниципалитетов и руководителей организаций обеспечить надлежащий уровень безопасности объектов. Вместе с тем, и мы уже неоднократно об этом говорили, необходимо вернуться к вопросу установления административной ответственности юридических лиц, а также уголовной и административной для должностных лиц за неисполнение требований к обеспечению защищенности социальных и других объектов. Давайте совместными усилиями решим эту проблему. Существенное место в предупреждении экстремизма и терроризма занимает запрет радикальных организаций и хечеек. В этом направлении Генеральной прокуратуры, во взаимодействии с Федеральной службой безопасности и Министерством внутренних дел России, Минюстом, с судебными органами проводится большая работа. Всего за последние 10 лет судом запрещена деятельность 71 организации, пропагандирующей радикальные идеи, в том числе в связи с признанием экстремистскими 47, террористическими 24. В минувшем году по заявлениям прокуроров 9 организаций признаны судом экстремистскими и одна террористической. С июня прошлого года на Генеральную прокуратуру возложена новая задача по принятию решения о нежелательности на территории России и деятельности иностранной или международной неправительственной организации. Оно принимается по согласованию с Министерством иностранных дел России при наличии данных, подтверждающих угрозы безопасности государства. За год в связи с поступлением соответствующей информации нам принято решение о признании нежелательными на территории России пяти таких объединений, представляющих опасность основам конституционного строя. В их числе, например, Национальный фонд поддержки демократии Соединенных Штатов Америки, еще три американских структуры, один фонд из Лихтенштейна. Эти организации осуществляли сбор данных о работе российских органов власти в целях их дискредитации, финансировали подготовку протестных движений в нашей стране. Проверочные мероприятия продолжаются. Отдельной составляющей профилактики экстремизма остается надзор за исполнением законно-религиозными организациями. В этих целях совместно с органами юстиции проводятся проверки. И для этого есть веские причины. В 2015 году выявлено почти 1 тысяча нарушений закона о религиозных объединениях и противодействии экстремизму. Сегодня сторонники радикальных исламских течений, прошедшие обучение в религиозных центрах за рубежом, пытаются распространить чуждую идеологию и влияние среди верующих. Причем граждане, попавшие в поле зрения профилактических органов в связи с осуществлением экстремистской деятельности, нередко возглавляют религиозные организации или выполняют в них функции священнослужителей. Такие факты отмечались в республиках Башкортостан, Дагестан, Северной Осетии, Алания, Татарстан. Тем самым создаются опасные предпосылки для распространения религиозного экстремизма. Укрепление законности способствовало бы установление правового запрета для лиц, привлекающихся за экстремистские либо террористические права. Но только для их учредителей и участников. Согласитесь, это не вполне логично. Считаем, что для обеспечения необходимого уровня безопасности следует нести соответствующие поправки в федеральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях. Значимым направлением нашей работы является запрещение распространения экстремистских материалов. На сегодняшний день в федеральный список включено 3,5 тысячи экстремистских публикаций. За 2015 год он пополнился на 836 наименований. Наибольшее их число связано с разжиганием национальной вражды и религиозной розни. В связи с тем, что все чаще для экстремистских призывов используется сеть интернет, мониторинг информационного пространства ведется на постоянной основе. За два с половиной года по требованиям Генеральной прокуратуры во внесудебном порядке Роскомнадзором заблокирован доступ к более чем 1 тысяче интернет-страницам с 10 тысячами ресурсов, противозаконные сведения удалены. С учетом стремительного развития интернет-технологий, расширения возможностей для информационных атак, целесообразно и дальше развивать правовую базу в этой сфере. Нами не раз поднимался вопрос о необходимости блокировки сайтов, пропагандирующих и публично оправдывающих экстремизм и терроризм. Сейчас это возможно, но лишь по судебному решению. Мы же настаиваем на внесудебном порядке, по аналогии с уже существующей процедурой запрета призыва к экстремизму, что позволит оперативнее реагировать на нарушения. В этих же целях предлагаем предоставить и прокурорам субъектов право обращения в Роскомнадзор для внесудебного закрытия доступа к сведениям об организации массовых беспорядков незаконных публичных акций. В настоящее время такими полномочиями владают только генеральный прокурор и его заместители. И пока необходимые документы поступят с мест, время для предотвращения противоправных действий может быть упущено. Мы нашли поддержку у ряда депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации в необходимости реализации данных инициатив и подготовили законодательные предложения, которые представим вам. Принятие и реализация комплексных программ является неотъемлемым средством профилактики экстремизма терроризма. С удовлетворением отмечу, что усилиями Национального антитеррористического комитета, органов власти и прокуроров удалось сдвинуть с мертвой точки решение многолетних проблем формализма по их планированию хронического недофинансирования. Во многих субъектах прокуроры добились от региональных властей увеличения объема выделяемых на эти цели бюджетных средств. Это Республики Дагестан, Чеченская Республика, Краснодарский край. Однако слабым звеном до настоящего времени остается качественное выполнение всех запланированных мероприятий и, как следствие, получение ожидаемых результатов. Эти вопросы находятся на особом контроле прокуроров. Далека от совершенства деятельность на данном направлении и муниципалитетах. В большинстве из них пункты программ дублируются, решения антитеррористических комиссий не исполняются. На устранение названных нарушений нам обращено внимание руководителей регионов и органов местного самоправления. Уважаемые коллеги, все принятые меры, о которых вам было доложено, позволили организовать эффективное противодействие экстремизму терроризму. Между тем, активность международных террористических организаций и их масштабные информационные атаки требуют дополнительных усилий от всех субъектов противодействия экстремизму терроризма. Несколько месяцев остается до выборов. Как показывает практика в период избирательной кампании, особенно обостряются призывы к разжиганию ненависти протестным акциям. Подобные методы экстремистов должны быть без промедления пресекаться, чтобы не дать им даже малейшего шанса для расшатывания общественно-политической обстановки. Именно на это ориентированы все прокуроры, как в ходе реализации надзорных полномочий, так и в рамках координации деятельности правительных органов по борьбе с экстремизмом терроризма. Убежден, что согласованные действия всех уполномоченных органов позволят обеспечить законность в ходе предстоящих общегосударственных мероприятий. Полагаю, что сегодняшнее обсуждение и осуществление предложенных мной организационных и законодательных шагов позволит в целом сохранить стабильную ситуацию в стране. Благодарю за внимание.